Вы смотрите 17 канал, меня зовут Жанн Новосельцев. Сегодня у нашей разведки тревожное сообщение. В столице открывается второй фронт войны против народа. Им прощают избиения пенсионеров, разбойные нападения на предприятия и даже похищения журналистов. Как думаете, кому позволено жить вне закона? Разведка 17 канала докладывает, не все атошники – настоящие ветераны. Пока одни воюют на фронте, другие объявляют войну своему народу в тылу. Конечно, мы верим, что зондеркоманды работают без поддержки власти, их просто не могут поймать. Эти подвиги не увидят на центральных каналах. Хотя уже не первый день идут кровавые бои. В срочном порядке на передовой возводят контрольно-пропускные пункты. Ветераны АТО героически сходятся в рукопашную с неприятелями. Сражение идет за водную артерию, наверное, стратегического значения. В атаках еще не используют тяжелое вооружение, но у раненых колото-резанные раны. Это лишь малая часть фронтовых хроник. Но не из зоны АТО тревожные новости поступают из мирной столицы. Когда клубы боевого дыма развеются, за туманом пропаганды зрители увидят озеро, которое под прикрытием патриотической песни отбирают у детей и пенсионеров. Итак, цель первая – лодочная станция на Выдубыче. Тут полным ходом идет сражение между людьми, называющими себя бойцами Эдара, и местными жителями. На столичном озере отражение АТО в уменьшенном виде. Коренных жителей назвали пособниками террористов. И подобно тому, как наше правительство строит заградительные сооружения на границе, так и здесь за считанные часы проблемный кусок перекрыли забором. Люди в военной форме называют себя альдаровцами. Это они зачистили с берегов озера Лодочников и сам водоем окружили часовыми. Для любых несогласных с сепаратизмом трибунал на месте. Время-то ведь почти военное. Нас сегодня било 30 человек, и я не знал, когда они остановятся. Ну, те же самые ветераны Эдар ведут все так, как велись я на войне. Хотя здесь уже далеко не война. Эти пенсионеры чинили свои лодки не в то время и не в том месте. Армия, освобожденная территорию от людей, смела их с пути битами и кастетами. Подавить страхом порывы к сопротивлению не вышло. Жители района после расправы потянулись на передовую, к озеру. А чего вы в понедельник спровоцировали драку, когда мы здесь были? Люди, я наше лицо запомнила. Я лично спровоцировала. Лицо этого Айдаровца знакомо журналистам 17-го канала. Александр Золотухин несколько раз участвовал в телемостах с Донбассом. В военное время многие патриоты такие акции примирения обходят стороной. Он же не побоялся и несколько раз вступал в дискуссию с лидерами непризнанной республики. Идет подмена понятий. И нас всех истребляют, тех, которые раздупленные, извините, и понимают, что происходит. Истребляют. Я что-то тогда говорил. Гладиаторы должны выйти из Колизея. Потому что это на сегодняшний день Колизей. Абсолютно правильно. Поддерживаю. В комментариях к той программе зрители писали, Золотухин один из адекватных украинских воинов и действительно хочет мира. Александр, похоже, вошел в роль миротворца. И в какое-то время стал завсегдатаем эфира 17-го канала. Скажите, ситуация зашла не настолько критично, что уже сейчас невозможно в мирное вернуть русло. И все-таки без жертв каким-то образом договориться о чем-либо. Есть ли возможность еще вообще говорить? Да, говорить надо всегда. Всегда надо говорить и искать возможность говорить. Вот я сейчас тоже опубликовал, например, параллельно, что мы сейчас находимся на телемосте, на 17-м канале. И уже сразу наши айдаровцы, Савва Грин, Лешка, сразу спрашивают, «Думаете, получится?» Я говорю, вода камень точит. Если мы не будем пытаться услышать друг друга, потому что у каждого есть семьи, у каждого есть за что жить, для чего жить и ради чего жить, если мы не будем пытаться, значит, нас будет дальше сталкивать лбами. Пройдет немного времени, и звезда примеряющих эфиров устроит войну на лодочной станции в Киеве, а потом и вовсе накинется на журналиста 17-го канала в прямом эфире. «Хлопцы, делаем. Сейчас мы не прерываем стрим. Сейчас мы не прерываем стрим. Сейчас мы не прерываем стрим. Сейчас я еще хочу вернуться до украинской громады и сообщить о том, что российский канал, российский канал, российский канал… «Почекайте, есть информационные злодицы!» «Андрю, беремо мои стримы!» «Да подождите, ты можешь менять!» «Який постоянно перекручивает информацию, именно в интересах Москвы». В тот день Андрей Павловский стримил события на Майдане. Оказалось, что в феврале 2016 года 17-й канал единственный из всех украинских СМИ освещает онлайн-режиме протест в центре столицы, на который съехали сатошники. Активисты требовали отставки президента и не могли понять, почему все центральные каналы не замечают тысяч людей на Крещатике. Золотухин и его команда среди митингующих не замечен. Он выходит на Майдан, чтобы убрать камеру перед ночной зачисткой. «Давай, давай, 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 давай канала в тот вечер везет. Люди в камуфляже уже затолкали журналистов в микроавтобус, как вдруг прохожие заступаются. Захватчики отпускают репортеров, но через минут 20 поступают тревожные новости с офиса 17 канала. Кто-то громит студию. С криками «Слава Украине!» Неизвестные в военной форме избивают охрану и, угрожая оружием, забирают ключи от входа на канал. Двери самой студии выламывают и выносят технику. Эти герои АТО воюют в тылу. Им нужно полное одобрение общества. И потому они светятся в патриотических историях. Вот Золотухин примкну к батальонному братству. А вот он среди радикалов, атакующих российское посольство. Есть еще ряд мест, где герой новостейных хроник остается за кадром. Вот ветерана Айдара узнают в детском юношеском спортклубе. Золотухина мы знаем, так как он сюда пришел в яхт-клуб. 30 человек с битами, с оружием, с ножами. То есть какие-то, извините за выражение, малолетки с обкуренными глазами. То есть наркоманы, пьяные вдрызь. Так чьи же интересы представляет лидер столичной военизированной группировки Александр Золотухин? Нам удается установить, он взял ипотеку и старается активно погасить кредит. Я являюсь юристом этой охранной компании, о которой я уже говорил. «Легион В», в которой трудоустроены наши однополчания и не только наши. Вот и все. В открытых источниках найти несложно. Фирма «Легион» зарегистрирована в Полтаве. Кто же ее владелец? Может, его интересы так рьяно защищают головые айдаровцы? Здравствуйте. А скажите, 164-я квартира здесь? Да, да. На, в 6-м. В реестре значится, владеет компанией некто Виктор Сердюк. Этот человек объединил героев АТО в одном патриотическом предприятии, которое, судя по всему, должно уместиться в болтавской квартире. «Добрый день. А мы шукаем охранную компанию «Легион». Вона мает в 164-м квартире. Здравствуйте. Здравствуйте. Цю квартиру купили зовсім інші люди два года назад. Сколько будете шукать цю компанію? А Виктор Сердюк, он тут не проживает? Вин продав цю квартиру 2-3 года назад, я уже не помню. Ага. И компания все равно зарегистрирована на вашей квартире? Я не знаю, я не знаю, что там, я без понятия. У нас нет компанией, не было. Участников боевых столичных боев спецопераций не найти в этой квартире. Их секретный генштаб продали. Два года там у нас один продал, да? Даже три. Ага, даже три. Я поняла. А кто ищет в городе? Тоже приходят тут и спрашивают эту компанию? Нет, просто то звонки, то приходы. Вот вы прошли, например. Ага. Я поняла. А не знаете, куда-то офисе? Здесь офис был или здесь была просто квартира? Это просто был зарегистрированный на этот адрес, я так поняла, юридический адрес. Не знаю. После неудачной попытки похитить репортера в прямом эфире, в адрес редакции стали приходить письма. Лидер столичных Айдарасов, похоже, перешел слишком многим дорогу. Адвокаты разных потерпевших несколько раз направляли обращение в Минобороны. Ответ военных проливает свет на боевые заслуги штурмовика. Відповідь Министерства обороны. Громадянин Золотухин Олександр Вікторович 25.06.78 року народження на військовой службе у військовой частині до 28.01.15 року не перебував. Возможно, герой Атолич в 2015-м присоединился к антитеррористической операции на Востоке. Как он чередовал службу с посещением наших эфиров? Мы соприкосновения можем найти на фоне общих человеческих ценностей. Кто же он? Ветеран АТО и его команда. Следы охранного предприятия «Легион» растворяются в жилой болтавской хрущевке. Возможный ответ в том, на чьей стороне он конфликтует с народом. Началось это еще с 2001 года противостояние киевлян с застройщиками, компаниями застройщиков Шухрича. На сегодняшний день, если в 2013 году застройщики Шухрича нанимали Беркут, то сегодня они наняли Айдар. Столичный лозочник объясняет суть проблемы. Выдубецкое озеро, как и территория вокруг него, всеобщего пользования. На территории стоит три здания. Якобы помощник одиозного нардепа Шухрича претендует на эти гектары и по-простому пытается отжать землю. Нет, мне об этом ничего не известно. Я давно отстранился от управления бизнесом. И я вам не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Покуйтесь, покуйтесь! Покуйтесь, блядь! Покуйтесь! Я знаю Вячеслава Черепаню, но не осведомлен о том, какую деятельность он сейчас проводит. Неимоверно! В момент, когда спрашиваем Шухрича, не он ли стоит за группировкой ветеранов-рейдеров, за окном его офиса слышим знакомый голос. Так совпало, что в момент интервью те самые воины Золотухина пикетируют офис Нестера Ивановича. Теперь нужно поверить, что они воюют против экс-регионала. Мне неизвестен этот факт, потому что я не могу дать ему оценку. Если бы я его знал, я его изучил, изучил все обстоятельства, которые бы подтвердили бы или опровергли бы, то, естественно, я бы мог бы говорить. Покуйтесь, покуйтесь! Покуйтесь, блядь! Покуйтесь! Неожиданный поворот в деле отжима озера у лодочников. Приехавшие на вызов сотрудники полиции Александра Золотухина с другими ветеранами ложат лицом на землю. Неужели после очередной стычки с местными терпение лопнуло, и их заставят ответить за избегение? Не дергай! Но спустя несколько часов бесславный герой спокойно гуляет в городе-герое Киеве. Значит, его свобода востребована. В столице вообще редко какая акция проходит без участия Саши Золотого, как говорят его побратимы. Вот он водружает флаг Украины на забор посольства России. А вот его узнают на фото в юношеском яхт-клубе. Дети на несколько недель прекращали занятия. Айдар-легион зачищал коммунальную собственность от юных спортсменов. Они буквально всю неделю, люди Золотухина, псевдайдаровцы, сидели на территориях клуба. То есть дети очень испугались. У детей отменились все тренировки, теоретические знания в классе, да, в школьном. На следующий день вызвали полицию и никого не задержали. Полиция просто сделала, записала протокол и все. В деле разбойного нападения на 17 канал тоже нет существенных продвижений. В момент инцидента в соседней улице на вызов полиция ехала почти полчаса и задержала лишь одного из 17 налетчиков. Відповідь національної полиції у місті Києві на записи 17 каналу. З метою встановления истины по справі призначено низку судових экспертиз. А саме трасологічну, дактилоскопічну, хімічну, молекулярно-генетичну тощо. Планується провести інші слідчі-рошукові дії. Этот ветеран взвалил на себя слишком много компьютеров и замешкался, когда соратники отступили от завоєванной высоты. Слідчить, що вважається, не відповідно заступити до останній зберізації западу, або зберізацію зберізації. Якщо ми зараз возьмемо і посмотрим видео, яке предоставляє сама пресс-служба поліції, ми чітко видим, включаємо, є автомобіль задержанний, якщо я не ошибаюсь, це є господина Золотухіна. А вот конкретно на видео ми наблюдаємо наша техника, монитор, вот компьютер наш, вот микрофон наш, і тут же, зарядом, ми видим пистолеты, оружие і т.д. Підслужба МВД нам чітко отвечає, що дела возбуждены по ст. 186, це грабеж, от техника наша стоїть. Статья 263, це незаконне обращення з оружіем, боєприпасами, взрывчатими веществами. А вот эти пистолеты, оружие. Пішов до черної машини. Напомню, що в день, коли мене хотіли похитити з Майдана независимості, ці люди відправилися на канал і виносяли достатньо багато кількість техніки. І що дивиться, що ми були єдинним українським каналом, який освіщав те события, які були в центрі Києва. При тому, що інші канали не то щоб освіщали, вони вообще ніколи там не з'являлись, тільки здаліка знімали і говорили, що це майдан агентів Кремля, які пітається свергнути власть. Ми уверені, що ми, як журналисти, об'язані трансливати все, що відбувалося в центрі української столиці. Можливо, це комусь і не подобається, але ми є журналістами, і ми повинні просто сверху бути над ситуацией і показати все, як є. І ми розуміємо, що без підтримки СМІ ніяка революція в принципі не може відбуватись. Многое то, що там озвучивалося, я лично і мої колеги не підтримуємо, але і затыкати рот, як би цензурувати то, що должны показувати СМІ, теж не може, і теж неправильно. Материал про патриотів з большой дороги планируемо выдавать вечером, але неожиданно утром появляється новость. Штаб-квартиру тех самих атошників-рейдерів штурмують спецназ. Силовики объясняють, то ли групіровка, то ли батальку Найдар. Гостиниці Лыбедь последні два роки розквартировались на двох этажах і не желали платити за проживання. Тем временем, ідійний вдохновитель ветеранов публікують в сети результаты схватки с полицией. Судя по фото, Золотухина розбита губа. Главное, що свобода не пострадала. У задержанных обычно забирають телефоны, а тут публикується целий фотоотчет. Це неимоверно! Золотухин – один із первих, кого отпускає і зраєт дело. Все, що ми видим, це те, що є определенна група людей, які орудуть в Києві, які отжимають підприємства, які забирають детські і юношіські школи, грабять канали, розбійничать. Це не просто ограблення, це розбій. Которих при цьому не арестовують. Ми можемо, конечно же, не обращати на це увагу, у нас там украли техніку, там где-то бьют людей, але пропускати це вже мимо ушей невозможно, тому що це конкретно угроза національної безпецісти. Якщо вони закрывають канали, перекраюють по своєму карту предприємства і все остальне, і це сходить з рук. Здесь, як би, молчати вже не представляється возможним, і я думаю, що лучшая защита – це нападення. Ми можемо пойти і потребувати ответ у власть-имущих, а именно у представителя Щевченковского райотдела милиции, полиции, которые постоянно, скажем так, як звезда путеводная, освещають путь этих прекрасних людей, які сьогодні засели в гостинець «Целыми». Ми просто с товарищами, которых ви сьогодні задерживали, пересекаємося вже на протяжі року в різних ситуациях. Ми знаємо про части їхні преступлений, які ми сьогодні будемо озвучити в ефірі. У нас на каналі буде більшій сюжет об цьому. У нас було розбійне нападення на канал, де були і ліця, і збитая охрана, і дозра направлена до прокуратури. Як ви, от смотрите, ви приїхали на місто, да, розбійник, якщо задерживається, він должен сразу бути арестован і сидеть, ждати своєю участь, правильно? Як ви його відпускаєте? Як із 17 задержанних тільки один попався? Кримінально-процессуальний кодекс. Ви читали вообще? Конечно читал. Ну, чоловіку об'являється о подозріні. І можна відпускати розбійника даже? Після цього йому применяється меропресечення. Ми можемо задержати чоловіка в порядці статті 208 Кримінально-процессуальний кодексу України. Якщо він затриманий на місці, скій на злочині. Він мене конкретно хотів пасити. Це було! Конкретно на місці преступлений Євні, єйце. Так і що? Є інформація, єйце деказателі, що до приступлений, к чому був причастен Александр Золотухин. У нас є данна інформація, проводиться следстви. Видео є? Проводиться розсліпання. Перечисленню в сюжеті інформацію можем дополити разві що героїчі відео времен победившого Майдана. Сразу после революції отряд Золотухина проси сражаться з борделями. Сколько они задержали крышующих милиционеров, неизвестно. Зато на кадрах четко видно. Принципиальный боец АТО занимается воспитанием падших женщин. Личико открыли. Открыли личико быстро. Ай! Ай! Личико открыли. Личико открыли. Быстро лицо открыла, тварь. Лицо открыла. Это послание всем новым полицейским. Посмотрите, кого вы поощряете и не ловите. Личико открываем. Я тебе слова не давал. Личико открываем, блондиночка. Личико открыли. Это не я, понимаешь, придумал. Личико открыли. Приятно? Как будет долго. Личико открыли. Ну они ж на патриотической, на этой волне выполнили. Да, может, среди них есть патриоты, есть отличнейшие люди, порядочнейшие люди. Может, действительно, истинные герои. Но, если они совершают преступление, они должны отвечать за это по закону Украины, который один для всех. Ответят? Ну, я думаю, ответят. Хорошо, тогда... Я думаю, ответят. Какие вопросы? Продолжение следует... Продолжение следует...